Привет всем на канале Нотик! Сегодня у нас вот какой аппарат на обзоре, это Asus TUF FX705DU. Игровой ноутбук, но в достаточно демократичной стоимостью. Стоит он примерно 80-90 тысяч рублей, что для игрового ноутбука, но в целом такая доступная цена. При этом интересно, что у нас процессор от AMD, а видеокарта от Nvidia, редкое сочетание. Но я во всем порядку. Дисплей 17,3 дюйма, Full HD, достаточно тонкими рамочками. Крышка немножечко шатается, но это не критично. Одной рукой ее легко можно как закрыть, так и открыть. Механизм не очень тугой, максимальный угол раскрытия у нас вот такой вот. Четон выключился, а вслип наверное ушел, но нам это пока не важно. Посмотрим дальше. Петли. Петли здесь две петли по бокам, как можно видеть. Ну сложно сказать, насколько они надежные. В принципе оценил бы я это где-то на четверку. То есть когда его трясешь, крутошь туда-сюда, каких-то опасений не вызывает. Скрипов, люфтов нет, но все-таки небольшие такие закрадывают в стене сомнения. То же самое касается всего основного корпуса. То есть он не такой флагманский, а просто добротный крепкий середняк. Сверху у нас металлическая пластина, небольшой прогиб имеется, но для семнашки это нормально. С задней стороны у нас небольшие ребра жесткости. Надпись Asus написана золотистым цветом. Отпечатки пальцев все это дело собирает. Выемка есть с нижней стороны, это чтобы систему охлаждения не перекрывала крышка. Она как бы назад немножко открывается. По габаритам носить его с собой достаточно удобно для семнашки. Опять-таки он не слишком толстый, не слишком тяжелый. Там меньше трех килограмм и меньше трех сантиметров у него. Все отлично. Посмотрим на порты. Все находятся с левой стороны. Для кого-то это может быть проблемой. То есть с правой стороны вообще ничего не расположено. Ну, толщина и вес я уже сказал. В принципе крепкий середняк для 17-дюймового ноутбука. Зато не особо тонкий. В принципе должен хорошо с системой охлаждения справляться. Но это мы еще посмотрим впереди. Теперь производительность. У нас процессор AMD Ryzen 7 3750H. Базовая частота 2,3 ГГц и 4 ГГц на все 4 ядра. Он должен разгоняться. Здесь 4 ядра и 8 потоков. А видеокарточка NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 гигабайтами видеопамяти. Основной конкурент здесь MSI GL73. Обзор на который будет ссылочка в описании. И вот там очков было побольше ощутимо. Там была такая же видеокарточка. Но процессор уже Intel Core i5 8300H. Но еще следует заметить. Здесь всего 8 гигабайт оперативной памяти. А у того MSI их было 16. А все-таки 8 гигабайт в наше время это бывает часто узким местом. Посмотрим на реальные игры. Far Cry New Dawn на ультра настройках. И довольно хороший результат. Почему-то не ровно 4 ГГц. А скорее 3.9. Но это все равно достаточно хорошо. И температурки не очень высокие в Far Cry. Ну вот с вертолетом здесь всегда фриз какой-то. Это в бенчмарк. Какой-то косяк. Взлетает вертолет. Все падает до 1 фпс. Это проблема самого бенчмарка. Это не проблема ноутбука. В общем Far Cry показывает себя весьма хорошо. И частоты, и температуры. Теперь перейдем к чему-то более тяжелому. Assassin's Creed Odyssey на ультра настройках. Поехали. Бенчмарк. И вот здесь температура уже повыше. Но тем не менее частоты держатся на хорошем уровне. Кстати обращу ваше внимание на высокую температуру видеокарты. Это реально высоковато. Этот процессор не подвергается андерволтингу, каким-то другим твикам. То есть с Ryzen ничего сделать нельзя в отличие от процессоров Intel. И поэтому тут уж как ничего не попишь. Вот будет у вас такая частота и такие температуры в этих играх. Но в целом все достаточно достойно выглядит. На ультарах в любые современные игры поиграть можно без проблем. Ну да 80-90 градусов. Но окей, зато частота держится. Battlefield 5 слева будет без рейтрейсинга. Справа с рейтрейсингом. Ну что сказать, чудес не произошло. Как и на всех остальных машинах, включение торсировки лучей режет FPS в два раза. И играть вы скорее всего так не будете. То есть слева у нас все отлично. Опять-таки частоты держатся. Ну температура высокая. Опять-таки обращаю внимание на GPU, на видеокарту. Она непривычно высока. Но в целом все нормально. С рейтрейсингом. Ну чтобы играть с рейтрейсингом, вам нужен ноутбук на самом деле с RTX 2070. А это уже совсем другие деньги. Потому что даже на 2060 там FPS не слишком комфортный. Да и игр, которые поддерживают рейтрейсинг, на данный момент достаточно мало. Обратите внимание еще вот на что. На загруженность оперативной памяти. У нас всего 8 гигабайт. И как видите, почти все они загружены. Вот это на самом деле узкое место. Если было бы 16, то было бы лучше. Потому что упирается именно в это. Одна из причин, например, почему у MSI GL73 результаты были выше по всем параметрам. Потому что там было 16 гигабайт. В метро здесь ультра настройки по графике, но без трассировки лучей. Потому что тут трассировка лучей, ну как видите, и так-то FPS 30-35. А если включить трассировку, там еще меньше будет. Но на ультра, в принципе, играбельно. Хотя в метро там будут моменты, где все это дело будет проседать еще серьезнее. И скорее всего графику придется понизить. Можно отключить детальный физикс. Я не очень знаю, на что он влияет в метро. Но у меня он включен. Поменяем настройки с ультров просто на высокие. И сразу получше стало. 40-45. Игра будет полностью проходима. Удовольствие получите. Опять-таки, крайне рекомендую поставить 16 гигабайт оперативной памяти. Так как даже здесь, видите, оно близко к 8 гигабайтам. Если поставить 16, то там он еще подберет и будет лучше. Теперь экраны и углы обзора. 17, 3 дюйма, Full HD, IPS-матрица, 60 Гц, без поддержки G-Sync. В целом, углы обзора достаточно приемлемые. Цвета хорошие. Ну, вот, как можно видеть, все видно. Матрица не воцветает. Можно разглядеть, что происходит даже при максимальном отклонении. Но вот какой минус есть, это то, что экран тускловат. Он не очень яркий. Акустическая система также на четверку. Четверку с минусом. Басок не хватает. Не очень громкое звучание. И в целом, можно сказать, что экран, что звук. Вот, опять-таки, возвращаясь к MSI GL7S 3. Ну, что то, что то. То есть, они примерно одинаковы в этом случае. Подсветку клавиатуры можно наблюдать. Она по нескольким зонам. Разные цвета ей можно задавать. Ну, и давайте посмотрим на эту клавиатуру поподробнее. Здесь у нас все закрыто пластиком. Причем с шлифовкой. То есть, тут уже отпечатки пальцев не остаются, что приятно. Вверху у нас вентиляционное отверстие. Запомним его, потом про него поговорим. Кнопка включения отдельно вынесена. Есть цифровой блок. Присутствует в SD отдельная раскраска. Такая забавная прозрачная клавиша. Клавиатура, как я уже сказал, обладает светодиодной подсветкой. По нескольким зонам можно задавать нужный цвет. Разные переливания, перемигивания и тому подобные вещи. У пробела есть очень удобная выемка под большой палец. Прогиба практически никакого нет. В отличие от 505 модели. То есть, в отличие от 15, где прогиб был, здесь клавиатура закреплена очень хорошо. И пользоваться ей было приятно. Лично по моему субъективному ощущению, она чуть-чуть уступает клавиатуре MSI GL73, но дело вкуса. А вот что серьезно уступает, это тачпад. Он здесь какой-то дребезжащий, болтающийся, периодически не срабатывают жесты. То есть, вот тачпад здесь, на самом деле, очень плохой. Что, кстати, отмечали и другие обзорщики. Теперь донышко. Донышко также пластиковое, рифленое. Что интересно, в верхней части у нас практически отсутствуют вентиляционные отверстия. Их всего два небольших вот здесь. Они даже не там, где вентилятор, они как-то по центру. Вот здесь прорези для динамиков. Они вниз и вбок как бы направлены. Откручиваем все винты и снимаем крышку. Она легко снимается. Здесь никаких проблем у вас не возникнет. В итоге у нас есть три вентиляционных отверстия. Вот эти два небольших по центру и над клавиатурой. Помните, было еще одно отверстие. Батарейка. 64 ватт часа или 4240 мАч. Примерно 5,5 часов, даже чуть больше, он крутил Full HD кино. Это риф где-то на 15 гигабайт. На такой 70% яркости. Это очень хороший результат для игрового ноутбука. Два слота под оперативную память DDR4. У нас всего 8 гигабайт. И вот здесь вот закрытый такой наклеечкой. Имеется еще один слот. То есть максимальный объем 32 гигабайта. Я рекомендую сразу поставить до 16 гигабайт. PCI-Express. Твердотельный накопитель слоте M2. Аж на 512 гигабайт. Это Intel 660P. Но на самом деле он такой средней скорости. Видали мы и пошустрее. Но нормально. Почему бы и нет. Зато емкий. Жесткий диск можно также сюда установить. Здесь есть как коннектор, так и салазки. То есть покупаем жесткий диск. Вставляем сюда. Все отлично. Здесь вот динамики. Я про них уже говорил. 2 по 2 ватта. Звук такой. Ну средненький. Вот не хватает сабвуфера. Для них самих погромче. Процессор находится с правой стороны. С левой стороны видеокарточка у нас. И у нас от процессора идут две теплотрубочки. На небольшой радиатор. Вот он выдувается назад и у него вентилятор свой отдельный есть. А у видеокарточки у нее другая система. У нее те самые две теплотрубки идут также на такой же радиатор. Но у нее есть еще одна теплотрубка с еще одним большим радиатором. Которая опять-таки уходит к ней на чик. То есть должна бы охлаждаться. По идее она хорошо. Но как мы видели она все равно очень горячая. Мнение здесь такое, что системе охлаждения немного не хватает воздуха. Из-за того, что вентиляционные отверстия на дне маленькие. И не над вентиляторами. А тот, который находится над клавиатурой. Там еще вокруг материнской платы воздух должен идти. То есть, ну, сдается вот, что система охлаждения лучше бы дно сделали более дырявым. Стресс тестирования. Тяжелым, как видим, частоты сильно падают. Температуры высокие. Поставим, например, систему охлаждения из турбо режима взбалансированный. Что увидим. Частоты еще упадут. Но упадет и температура. То есть, в целом, с этим можно играться. Когда вам не нужна максимальная мощность. Если вы можете, например, тихий режим поставить. Это еще ограничит частоту. Но и еще уменьшит температуру. Ну, в целом, нормально. Можно баловаться. Это удобно. Опять-таки, в турбо режиме он горячий. И стресс тесты не возит. Но в играх все нормально работает. Частоты держатся. Что касается соотношения цены-качества. Asus TUF FX705DU. В принципе, достаточно годная для покупки модель. Приличный экран. Ну, звук такой мог бы быть получше. Ну, нормально сойдет. Клавиатура удобная. Сборка. Ну, нормальная крепкий серняк. Здесь ничего нельзя сказать про него особенно плохого. То есть, здесь все такое нормальное, приличное, не стыдное. На удивление, долго работает тот батарей. Запитывается от вот такого адаптера на 180 ватт. Тоже достаточно компактного. Как же было сказано выше, основной конкурент это MSI GL7S3. Который на процессоре Intel. Он дороже 1000 на 10-15. Но он и немного помощнее. В остальном тут паритет. Что по экрану, что по клавиатуре, что по сборке. То есть, здесь все достаточно похоже. Поэтому эту модель можно смело рекомендовать покупки. Если хотите сэкономить 10-15 тысяч. А это, в принципе, существенные деньги. Спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok